Для меня основное это там, на крыше. В армии на таком гонял, а у нас весна. Мы лазим по крану, беспределим. Народ! Все, что от крановчика осталось. Итак, на арене цирка делайте качество. Пилки для арбалита. Там те скаты вообще без саморезов. Вчера был дождь из серии Апокалипсис. Добрый день, дорогие друзья. С вами я, Мороз Алексей, компания Кровмонтаж. Мы сегодня находимся на диагностике в Сергиево-Пасадском районе. После зимы наметились, образовались проблемы кое-какие на кровле. Строили в том году, ребята, ну и заказчики здесь из арбалита дом. В принципе, технология известная. Очень четкий, теплый дом должен получиться. Стены толстые. Ну и, соответственно, мансардная кровля. Вижу, прямо отсюда нету капельника конденсата и карнизной планки. Это видно прямо отсюда, невыраженным взглядом. Иду по следам. Значит, пёс-барбос. Смотрите, резалась здесь болгарка. Все вот заусенцы. Но это не искоренить эту беду. Я не знаю, как это вот втемяшить людям. За болгаркой. Но на любом руководстве, инструкции. Блин, нет маркировки еще производителя. Здесь производитель должен оставить. Ага, есть след. Что-то есть. Не знаю, вам видно, нет? Стальной бархат 05, 180, 30 микро. Северсталь. Ну, в общем, это она 10 октября была сделана 18. В общем, такой крепкий середачок. Ветром вырванные листы. И тут еще одна сторона, фронтонная планка, боковая, висит. С той стороны уже улетела куда-то. Как так? И соседи говорят, что та сторона противоположная. Прям отверто хлопает. Сейчас будем разбираться, углубляться. Ну вот, непосредственно опилки для арболита. Вот они лежат. И потом мешают ее. Василий, ручки сделай. Так, идем в дом. Материал это, видимо, на подшивку. Уголочки. Это на подшивку, да? А карнизные вы не заказывали изначально? Капельники конденсат? Есть. А что не ставили? Еще не поставили. И водосток. Ну, очередно же должна быть какая-то. Говорят, зимой не делали. Они есть, но мы поставим потом. Потом. Крыша не доделано. Вот так. Стрижка только на фито. Так. Вижу гидроизоляцию. Ветровлагозащиту Акстон. Стропильная система. Так, это что брус? Нет, не брус. Как-то странно. Смотрите, вот роль Маурлата исполняет доска. Это на торец они почему-то, я не знаю, интересно. Поставили доску с 50 на 150. Без запила. И стропильная система являет собой тоже две доски сколоченные. Видите, 150 на 50. Одна просто без запила. Причем, видите, как вы понимаете, точность подгонки желает лучшего. Вон им. На каждое. Это я вот первый раз, первый раз вижу такую систему, что так делалось. Все на черных саморезах. Вот. Но это нечто странное. Это нонсенс. Я первый раз вижу. Надо изучить. Может это какой-то ноу-хау. Запатентовать и в патентное бюро. А вот у нас немножко. Ну это вот... Это ветра, влага. Что там? Не матерись. Извиняюсь, прошу прощения. Ты наверх лазил? За мой французский, да. Что там? Ну там те скаты вообще без саморезов. Да? И здесь то же самое, я говорю, не попали они в решетку. Только вот в одном месте, там в двух, вот туда они вентились. Причем, смотрите, эту же ветровлагозащиту используют как пароизоляцию. Причем, с одной стороны, вот вы видели в этом помещении, как гидроизоляцию используют. И здесь как пароизоляцию. Ну, стыки соответственно не проклеены. Василий, интересно, в это вот гидроизоляция должен быть зазор между пленкой гидроизоляционной и утеплителем должен быть зазор. Вот надо выяснить, обеспечили они этот зазор или нет. Так. Влезем на чердак. Итак, сейчас верхний, как вы видите, верхний. Нижний. Стало пузо. Его как бы видите, поставили ребята, 5 сантиметров. Но утеплялось это то ли снизу, то ли сверху. Но горбылями этот зазор перекрыли. С утеплением надо разбираться. Утепление здесь 150. Это недостаточно для этого района. Я бы советовал утеплять хотя бы 250. Внутри можно переделать перекрестным утеплением. Тогда еще можно выйти из положения. Ребята, а вот здесь вообще, смотрите, что я обнаружил. Пришлось открутить доску. Сейчас мало еще. Сейчас Василий откручивает. Вот. Сплошную обрешетку. Просто хочу заглянуть. Такая система. Доска, видимо, урлата 50 на 150. Потом на торец стоит еще доска. И вот эта конструкция. Сейчас хочу разобрать утеплитель, туда добраться. И смотрите. Мокрый угол. Давлю. Вода. Вчера был дождь. А это здесь яндовая как раз. Конец яндовая. Тут полный букет. Это еще цветочки. Для меня основное это там. На крыше? Да. Сейчас полезем. Я хочу... Сейчас. А скажите, таджики делали? Азиаты? Нет? Узбеки? Или кто? Русские. Русские. И не надо грешить. Делали славяне наши братья. Да. Это уже не ошибка. Обзол не чистят. Ну, вот уже. Ну, это нечищено, да? Жучок. Вот он. Дырочки. Да, это еще. Да, но это... Ну, это жопа. Вообще, я как губка. Итак, Василий вот подразобрал мне участок. Спасибо ему. Вот. Доска здесь лежит в качестве маурлата. Это плашмя 50. Даже я бы не сказал. Сороковка. 40 на 150. Вот. На торце... Это утеплитель, ребят. Пыль. Значит, доска на торце стоит 40 на 150. И получается, как-то вот это подвисает на воздухе. В нее приходят, ну, две страпила. Да. Вот этими лепухами все это связано. Ну, короче, вот такая каникель. Здесь, видите, ни одного запила нет. Нет ни одного запила. Вот такая вот печаль. Капельник конденсата, конечно, туда не подсунули. Сказали потом. Крыша не закончена. Вот так. То есть, теперь будут они мучаться, там, поддирать листы. Никогда не поверить. Если это можно сделать... Не конденсат? Свой свой. Не корни. Ну, корни, знаешь, бог с ним. Но ее после крюков можно вставить. А капельник конденсата, им надо сейчас все гвозди там поддергивать. Под эту... Под обрешетку там. Ну, это такой гимор. Корни же тоже лист надо поднимать. И серия апокалипсисов. Ветровая планка на ветру качается. Так, и сейчас будет, ребята, смертельный... Смертельный номер. Буду залазить. И по балке крана туда подниматься на крышу. Вот я в армии на таком гонял. Дизель или бензин? Бензин. Но я на дизеле. А? Дизель? Прям один в один. Не на кране. На бортовом. Рабочий, конечно. Конечно. Раз стоит, значит, рабочий. Пойдем потихонечку. Хухух. Вот. Я вот сразу обратил внимание. Смотрите вправо. Нет сморел. Ага. Нет сморел. Там нет сморел. И здесь их не было. Знаешь, почему? Да. А вот здесь обрешетка у нас не попадает. В карнизной планке нету и капельника конденсата. У них смещенная вот обрешетка получилась. Видите, у них получается вот саморез только в этом месте крутить. Хотя, они как-то вот со стартовой ошибкой произошла у них. И вся обрешетка сместилась. Видите, где она находится? В этом месте. Да. Яндовая у нас течет с той стороны. И с этой тоже. Я скрывал там тоже. Да? Там скрывал. Течет. А, яндовые две текут. С этой, с той стороны. Смотрите, Василий подсказывает мне вот этот лист на этой кукушки. Первый. Вообще, в центре ни одного самореза. Ни одного. Только на краю. Они между собой вот прошлись по стыку. И прихвачены боковушкой. Здесь тоже. Ну, я думаю, тут ветра. Конечно, сейчас мы стоим ветра. Боковые, они не были пришиты сбоку с этой стороны. Почему? Видимо, оставили логика такая, что будем же подшивать двойную работу. Но это и сыграло. Сначала лобовые вывернуло. Вот эти боковые планки. А потом или за зиму листы. Конечно, если без боковушки оставить на зиму. Смотри, опять же, ни одного самореза не было здесь. Да, да, да. А потому что они... Саморезов вот явно не хватает. Вот смотрите, на этой площади саморезов практически... Вот видите, постыку лист пошел. Вон они прошлись. И здесь явно. И вот такая площадь. Смотрите. Полтора квадрата. Ни одного самореза не присутствует. Вообще. Стыки-то между. А в центре листов вообще ничего нет. И соседи говорят, зимой, когда я живу здесь, очень шумно. Как-то грохочет эта крыша. Ну понятно. Сквозняк заходит и в этот впродых. Там она хлопает вся. И так, дорогие друзья. На этом все. Я думаю, достаточно. Репортаж завершен. Всем удачи. Пока. Урал, жди меня. Я вернусь. Мы еще вспомним былые годы. Прокатимся. Вот. И так, всем пока. С вами был Мороз Алексей. Кровмонтаж. До новых встреч. Пока.